Здравствуйте всем еще раз. Теперь вторая тема нашего эфира это глистогонные препараты у малышей. Мы говорим именно о малышах до 3-4 месяцев. Это частый вопрос, чем проглистогонить котенка либо щенка, почему мы дали глистогонку и малыш 3 дня ели живой, ему было плохо. И, к сожалению, у нас были случаи, что, допустим, дали глистогонку, малыш погиб и приходили с вопросом, почему так случилось. Сегодня мы про это как раз и поговорим. Что такое дегельминтизация? Дегельминты либо глисты по-простому это паразиты внутренние, которые живут часто, чаще всего в тонком кишечнике, но они могут паразитировать и в других органах и тканях. Чаще всего у щенков и котят мы сталкиваемся именно со скоридами, это круглые черви, нематоды, и они достаточно распространены и очень могут быть опасны, когда животное сильно заглистовано. Оно может приводить, во-первых, к кишечной какой-то нарушению кишечной перистальтики и к интоксикации, к болезненности живота, с проблемами с усваиванием пищи, с проблемами со стулом. И в тяжелых случаях может быть даже причина кишечной непроходимости, когда гельминты, их очень большое количество, они могут сворачиваться в клубки и быть причиной кишечной непроходимости, но это самое тяжелое осложнение бывает и такое. Также они наносят травмы кишечнику, потому что они прикрепляются, они очень хитрые, внутри кишечника они пробровливают стенку кишечника, допустим, если мы держим вот так, они становятся поперек, травмируют стенку и одну, и вторую, чтобы удержаться, плюс еще травмы кишечника и слизистые, и, соответственно, инфицирование кишечника тоже. Поэтому мы обязательно должны глистогонить малышей, и щенков всегда глистогонят раньше, чем кошек, потому что щенки имеют эти риски больше из-за того, что вот мы уже проговаривали, я еще раз проговорю, кто не слышал первого эфира, потому что у щенков есть внутриутробное заражение, когда они заражаются от матери, у матери, допустим, носитель, у матери, они, личинки находятся в спящей форме, во время беременности они активизироваются, проникают в плацентарный барьер и проникают в эмбрионы, и таким образом, что щенок рождается, уже зараженный гельминтами, и уже в три дня он практически имеет уже взрослых паразитов в своем кишечнике, хотя он ничего кроме мамы не ел, и при этом мама может быть проглистогонена перед вязкой, то есть это достаточно сложный механизм миграции, но тем не менее, знаете, что такое у собак есть в трансплацентарной передаче гельминтов от мамы щенкам. У кошек такого не описано, поэтому у кошек это не так актуально, но щенки это группа риска, особенно если мама глистогонилась нерегулярно, или мама какая-то самовыгульная там, которая ест все подряд на улице, или мама вообще бездомная собака, вы взяли щенка, то есть чем, так сказать, чистоплотнее собака, чем больше она ухаживал, за ней ухаживал хозяин за мамой во время ее жизни и беременности, тем ниже риск того, что щенки родятся очень сильно и с сильной инвазией, вот поэтому самок, сук, глистогонят и перед вязкой, и даже после 45-го дня вязки для того, чтобы уменьшить вот эту вот трансплацентарную передачу малышам, вот. Поэтому щенков можно глистогонить вообще по некоторым источникам даже с первого дня жизни, с периода новорожденности, мы обычно рекомендуем с трехдневного возраста, но если все идет хорошо, то обычно глистогонят на третью неделю, в три недели жизни, и три дня подряд с помощью препарата фиптал, действующее вещество фибиндозол, доза препарата 50 миллиграмм на килограмм три дня подряд. Сейчас в наличии в магазинах есть две формы, таблетки и суспензия фиптал комбо. Вот суспензию мы не рекомендуем, несмотря на то, что называется фиптал, там состав почему-то фибиндозола не содержит, содержит празиквантел, который можно вообще с шести недель, поэтому как бы этот препарат не должен применяться у малышей, то есть мы не должны применять суспензию фиптал комбо у новорожденных малышей до трех недель жизни, этот препарат с другим составом. Мы используем таблетки фиптал, действующее вещество фибиндозол, и есть он в гранулах, допустим, это удобно, если у вас, допустим, приют, и в приютах есть большие упаковки, гранулы фибиндозола, они там растворяются, там сразу на достаточно большое количество щенков и котят, обычно актуально либо для крупных пород собак, если, допустим, в помете 10 щенков, там по 2 килограмма каждый, либо в условиях приюта, глистогония. Вот, препарат безопасен, его можно использовать, кстати, как щенкам, так и котятам, дается независимо от еды, если малыши вскармливаются заменителем молока, его можно добавить в молоко, но здесь важно, чтобы каждый щенок или котенок выпил свою порцию молока, то есть мы добавляем не в общую бутылочку с молоком, а, допустим, вот мы собираемся покормить малыша, ну, условно говоря, там малыш весит там 300 грамм, и мы собираемся дать ему 10 миллилитров молока, мы в эти 10 миллилитров молока по весу отмеряем дозу глистогонки, потому что передозировки все-таки они плоховато могут переноситься, поэтому не стоит добавлять в общую бутылочку, потому что может получиться, что один выпил там 3 миллилитра, другой 15 миллилитров, из-за этого щенки одинакового были веса, из-за этого один получил четверть дозы, а другой двойной, а то и тройную дозу. Поэтому если мы глистогоним с помощью добавления там в молоко, либо в питье у щенков, то мы должны все-таки делать это дозированно к каждому щенку отдельно. Можем просто растолочь, бинтазол, чтобы таблетки плохо делятся, плохо крошатся, плохо растворяются, но все возможно мы обычно растворяем в шприце, долго-долго-долго болтаем и выпаиваем малыша. Котятам обычно рекомендуют глистогонить с трех недель жизни. Если котята рождены от полностью здоровой кошки, которая никогда не выходила на улицу, регулярно получала глистогонки, ее можно глистогонить в 6 и 7 недель перед прививкой. То есть у котят допускаются щенков, почти всегда рекомендуют глистогонить раньше. Если все хорошо, то с трех недель, если все не очень хорошо, то и раньше. Что касается самых распространенных осложнений, это когда после декельминтизации животные становятся вялые, плохо себя чувствуют и у них там рвота, либо понос начинаются. То есть это может быть связано с тем, что в большинстве случаев, как ни странно, это обычно связано с тем, что либо передозировали все-таки, либо иногда это бывает, когда в памяти много одинаковых малышей, и кому-то дали два раза. Поэтому мы обычно рекомендуем делать так, что, допустим, сажать куда-то отдельно, то есть вот дали, посадили, допустим, за дверь, дали, посадили за дверь, чтобы не избежать того, чтобы дали два раза. Второй момент, бывает, что животное имело очень сильные грузные инвази, и гельминты распадают в кишечнике. Во-первых, они повышаются интоксикации в организме из-за того, что распадающиеся гельминты являются ядом для организма, и нарастает интоксикация, и животному действительно банально плохо, потому что ему надо все это вывести, а организм отравляется. В этом случае иногда приходится даже животное оказывать ветеринарную помощь, инфузии, поддерживающую терапию, потому что бывает иногда что-то достаточно, может плохо закончиться. Иногда животные, если там были, особенно это вот у щенков, когда гельминтов было очень много, и они вызывают непроходимость кишечника, когда они открепляются от стенок, полупарализованные, они могут свиваться в клубки и вызывать механическую непроходимость кишечника, или достаточно болезненные ощущения при прохождении вот этого вот кома гельминтов по кишечнику, пока животное их, простите, выведет наружу, оно, проходя по кишечнику, будет доставлять малышу боль. Поэтому первые дни после глистогонки мы за малышами следим, и если вдруг что-то не так, мы должны обратиться к врачу. Из мер первой помощи, если что-то не очень хорошо, мы видим, что мы можем дать что-то вроде полисорбоэнтеросгеля, разведенного с водой, потому что это уменьшает интоксикацию их, не надо давать смерть, потому что она закрепляет, а нам надо, чтобы это быстрее вывести. Полисорб в этом случае достаточно хорошо справляется, он не сильно закрепляет, в то же время он хорошо снимает интоксикацию, поэтому немножко полисорбо выпоить можно. Также многие заводчики и владельцы отмечают, что такой широко распространенный препарат, как прозицит-суспензия, иногда очень плохо переносится щенками и котятами. И были случаи и летальных исходов, и поэтому боятся глистогонить, говорят, лучше он пусть будет с глистами, но живой. И таблетку дать они не могут, почему-то фептал у нас не сильно популярный препарат, странно, потому что препарат очень недорогой и очень эффективный и максимально безопасный. И почему-то предлагается по инструкции вот с трех недель прозицит-суспензия, на которой достаточно много бывает жалоб и осложнений, что он плохо переносится. Дело в том, что здесь важно знать и читать инструкцию к препаратам. Например, в прозицит-суспензии есть два действующих вещества – прозиквантел и перантел и пипомат. Вот прозиквантел в зарубежных источниках везде применяется с шести недель. У нас в прозицит-суспензии он рекомендуется с трех. И есть вероятность, что именно поэтому он так плохо переносится, потому что он употребляется раньше, чем разрешен, грубо говоря, официальной инструкцией к прозиквантелу. То есть поскольку прозицит-суспензия – это препарат российский, они сказали, что написали свою инструкцию, не учтя того, что прозиквантел все-таки препарат достаточно непростой, применяется все-таки должен у животных постарше. Поэтому мы не рекомендуем прозицит-суспензию до шести недель жизни, как согласно, как говорится, ветеринарной медицине, чтобы избежать осложнений. В хептал вполне себе работает прекрасно, ничем не хуже и стоит даже дешевле. Кстати, забавно, что прозицит-суспензия для щенков и котят ничем не отличаются друг от друга, вообще ничем, кроме названия их коробочки. Там одинаковый состав, одинаковая дозировка, одинаковый вкус, то есть она ничем не отличается. Это так, коммерческий ход. Если нет прозицита для собак, для щенков можно купить прозицит для котят. То есть там бывает, правда, конечно, для крупных щенков, там есть дозировки, но в целом там для мелких щенков и для котят дозировка одна и та же, и все одно и то же. Это то, что касается препаратов. Какие препараты мы рекомендуем, кроме фептала. И это с шести недель можно применять, допустим, препараты Мильбимакс, Милпразон, Мильбипет, то есть все, что содержит мибельмицинооксид. Это очень хорошая группа препаратов с очень высоким спектром действия и приносится прекрасно, дается, как правило, двукратно, в шесть недель, в семь недель. Осложнений на них немного. Избавляют и от круглых, и от ленточных червей, и имеют очень высокий спектр действий и безопасен даже у беременных, и у кормящих мамочек, поэтому его тоже можно применять. Это что касается препаратов. Еще на рынке существует очень много препаратов, но если вы посмотрите на обратную сторону упаковки, вы увидите, что состав-то практически везде одинаковый и где-то он отличается, но в целом он повторяется. Поэтому иногда, почитав упаковку, можно знатно сэкономить, потому что, допустим, более дорогие препараты содержат все то же самое, только считается, что оригинальные препараты содержат действующее вещество лучше очистки, но знаете, что есть более дешевые аналоги, например, мельбимакс и милпрозон, это препараты близкие очень по составу, но милпрозон даже дешевле, хотя у него даже давать действующих вещества и мельбимециноксид, и прозеклантел, то есть, ну, является дженериком мельбимакса, допустим. Также мы хотели бы отметить, что есть препараты, которые наносятся на холку, это достаточно удобно для владельцев кошек, либо собак, которым ничего невозможно дать через рот, они плюются, кусаются, это препараты инспектор, препараты для кошек Бродлайн, препарат Профендер, то есть для кошек, это достаточно хорошая группа препаратов, у Бродлайна так вообще самый широкий спектр действия, там и наружные, и внутренние паразиты убиваются, действуют там на 28, по-моему, паразитов в общей сложности наружных и внутренних, Профендер это препарат только от гельминтов, но у него тоже очень широкий спектр действия, и тоже очень спокойно переносится, просто наносится на холку, и всасываясь через кожу, он убивает гельминтов так же хорошо, как и таблетки, но не вызывает, например, каких-то неприятных для животного ощущений, потому что многие препараты горчат, животные плюются, пускают пену, и владельцы это пугают, то есть эти препараты, они, конечно, удобны в нанесении. Также врачи иногда рекомендуют для глистогонки использовать препараты Стронгхолд, Силафорд, это препараты тоже двойного действия, они действуют как на наружных, так и на внутренних паразитов, но они действительно хорошо убивают и блох, и их личинок, и гельминтов круглых, но не действуют на ленточных глистов, гельминтов, поэтому могут подходить животным в качестве промежуточной обработки, допустим, либо для животных, которые действительно живут дома, никуда не выходят, то есть спектр ленточных гельминтов, они не перекрывают Стронгхолд и Силафорд, поэтому лучше выбрать другие препараты. А так выбор достаточно большой и глистогонить рекомендуется животных раз в три месяца, минимум, если собаки активно едят на улице и, извиняюсь, какие-то чужие продукты жизнедеятельности, либо собака активно подбирает, либо собака очень социальная, обнюхивает все хвосты, под хвостом всех проходящих собак, кто таких собак рекомендует глистогонить даже каждый месяц, потому что у них гораздо выше риск заразиться гельминтами. Щенков глистогонят, есть рекомендации глистогонить вплоть до того, что каждый месяц до достижения 6-7 месяцев. Почему? Потому что еще не очень хороший иммунитет, который допускает то, что животные очень легко заражаются гельминтами. Где-то читала исследование, что, условно говоря, заражали 100 взрослых, животных и 100 щенков. Не только щенков, там и кошки даже были в исследовании. И получалось, что взрослые животные, допустим, из 100 яиц гельминтов выживало там 4-5 взрослых, паразиты превращались, то есть пропускала иммунная система. А у малышей, у щенков, выживали все 100 яиц гельминтов и давали 100 взрослых паразитов. Это говорит о том, что просто они не очень хорошо еще умеют с ними бороться, иммунная система несовершенна, поэтому им глистогонки делают чаще. И, кстати, это одна из причин, почему иногда после вакцинации, говорят, владельцы приходят и говорят, ой, у нас вот после вакцинации там щенок выкакал глистов, хотя мы глистогонились. Значит, недоглистогонились. Поэтому такое тоже бывает. Иммунная система после вакцинации немножко занята другими делами, то есть выработка иммунитета к вакцинальным штаммам, и глистерии иногда могут себя вольно почувствовать и ухудшить состояние малыша. Кстати, одно из вот таким замечаний мы хотим сказать, что если вы купили щенка либо котенка в питомнике, и вам заводчик сказал, что он глистогонил, мы всегда просим переглистогонить все равно. Вы не навредите никак. Большинство препаратов сейчас настолько безопасны, что даже если вы его проглистогоните сверх нормы, то ничего страшного не будет. А вот если заводчик, допустим, либо в спешке пропустил, либо когда, допустим, заводчика, бывает, что их там 10 голов, и он там всем давал, он дал это честно всем, но кто-то выплюнул, а кто он не заметил. То есть лучше уж перебдеть, чем недобдеть, и поэтому в этих случаях мы рекомендуем сделать свою глистогонку, чтобы мы уже точно знали, что животное проглистогонено. В целом это все, что я хотела сказать. Больше я расскажу на курсе мамы и малыши. У нас будет целая тема противоглистные препараты для щенков, котят и для их мам во время беременности и кормления. Что можно, что нельзя. Приходите, будет интересно, разберем все подробнее. Ирина? Да, я к вам с вопросом. Нас еще просят комментировать дирофен-суспензию, ее безопасность. Так, дирофен-суспензия, мне надо сейчас посмотреть наизусть. В дирофене, насколько я помню, тоже есть перантел и прозеквантел. Сейчас я уточню по дозировкам. Сейчас, дирофен-суспензия. Сейчас. Дирофен-суспензия. Так, одну секунду. Так. Да, то же самое. Кстати, это почти дирофен-суспензия. Да, как я и говорила, перантел и прозеквантел, это почти тот же, это почти та же прозецит-суспензия. Если вы посмотрите состав прозецит, вот чтобы не быть голословной, я сейчас открою, даже по дозировкам, они идентичны. Сейчас, одну секунду. По-моему, даже по дозировкам они идентичны. Вот, сейчас. Да, поэтому будьте осторожны. А, вот в прозециде, вот сейчас, в современном прозециде, теперь стали добавлять фибантел, а раньше было тоже только перантел и прозеквантел. Вот, сейчас они, как бы, немножко изменяются, и сейчас, вот. Ну, в принципе, дирофен-суспензия, она тоже с 6 недель, ее нельзя применять раньше. Вот. Прозеквантел – это очень хороший препарат, на самом деле, он набивает очень широкий спектр гельминтов, и препараты на его основе, они прям прекрасные. Просто знать, что в 3 недели они могут переноситься плохо. Лучше выбрать фибтал-таблетки, в составе которых есть фибинбиндазола, а прозеквантел оставить до 6 недель. На самом деле, прозеквантел, ты не знаешь, что его нельзя применять. Нет. Он, это прекрасный и очень хороший препарат, просто чуть-чуть попозже, не с 3 недель, а с 6. Продолжение следует...